В будни на работу ходят взрослые, а в выходные дети. Чем их папа и мама занимаются в рабочее время, эти мальчики и девочки теперь знают точно. Тепло, электроэнергия и горячая вода – это человеческих рук дело, в том числе и энергетика филиала ПАУТ и Плюс. Для детей и внуков сотрудников Ивановских ТЭЦ и энергосбытовой компании Гарант в субботу состоялась экскурсия по предприятию. Экскурсия для того, чтобы дети изначально, они вот приходят, родители с работы, они уже знали, что если вдруг они пойдут в энергетику, чем они будут заниматься. То есть, если дети иногда приходят в институт, поступают на первый курс и даже не представляют, что их ждет в будущем, то здесь дети, скажем так, 10-12 лет, они уже представляют, что такое профессия энергетики. Там, где котлы и турбины, правила безопасности превыше всего. А потому с порога каждому гостю вручается каска, после чего проводится небольшой ликбез по оказанию первой помощи человеку, который упал в обморок. Чтобы уметь давать человеку на улице первую помощь, если он упал в обморок. Что нужно делать? Надо, если это чужой человек, надо его протереть, потом два раза ему вдохнуть и 30 нажатий. Дальше ребят провели по цехам. Самая продолжительная остановка в химцехе. Анализ воды детям больше напоминает фокус. Мне понравилось в химцехе. Мы там проводили эксперименты с водой. Мы ее красили фиолетовой в разные цвета. А это сердце Ивановской ТЭЦ-2. Главный щит управления. Место, где принимаются важные решения, связанные с эксплуатацией и настройкой оборудования. Я подумал, что я тут захотела работать. Потому что тут разные турбины есть. Экскурсию по ТЭЦ-2 провели для шести групп школьников. Получился очень познавательный досуг. А значит, выходной прошел с пользой. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.